Привет, друзья! С вами Тимур, и вы смотрите канал Настолки Лайв. Как всегда, в конце недели я собрал для вас несколько любопытных новостей из мира настольных игр, так что устраивайтесь поудобнее и погнали! Первая игра в сегодняшнем выпуске разделит от двух до четырех участников на команды пилотов одной из известнейших франшиз. Команда Maverick Goose и Iceman Slider устроят в следующем году воздушные тренировочные полеты в игре под названием Top Gun Strategy Game. Участникам предстоит, разыгрывая карты, выполнять фигуры высшего пилотажа, а также координировать свои действия с системой контроля вооружения. Проведение сложнейших воздушных маневров и блокировка целей противнику обеспечат быструю победу. Подозреваю, что релиз игры состоится аккурат к выходу фильма. В следующем году выйдет игра, вдохновленная европейским фольклором под названием Betfix in Between. Игрокам предстоит взять на себя роль магических сущностей, чтобы найти свой путь в исследовании мистических земель, и поиски волшебной эссенции. В течение игры участники будут драфтить карты и комбинировать размещение тайлов с перемещением персонажа для получения динамичных комбинаций сбора эссенции. Впоследствии из полученной субстанции игроки смогут создавать заклинания, которые будут приносить преимущество их владельцам, а победит игрок, самый успешный в создании заклинаний. Совсем скоро серия игр 5-Minute пополнится новым представителям. Для тех, кто не знает, эта серия начала свой путь с кикстартера и обрела неплохую популярность и две версии игры – 5-Minute Dungeon и 5-Minute Marvel. Это быстрые карточные игры на менеджмент руки до пяти человек. Они не очень сильно отличались игровым процессом, но имели разную тематику. Третьей игрой в серии станет совсем новая разработка под названием 5-Minute Mystery и будет отличаться не только темой, но и в корне новым игровым процессом. Участникам предстоит разгадывать тайны и искать преступников по уликам, разбросанным в картах дел. Ну и как всегда, это нужно будет сделать за пять минут. В комплект игры, кроме карт, войдет устройство с символами, позволяющие подбирать коды, а также жетоны улик с кодами на них в виде цветовых комбинаций. Так что очень интересно посмотреть, что же такого нового они там придумали. Тем более, что 5-Minute Dungeon была очень приятной игрой. На днях на Kickstarter запустили проект под названием Divinity Original Sin, основанный на одноименной видеоигре. Участникам предложат эпичную приключенческую игру со всеми вытекающими, динамично развивающийся мир, последствия сделанного выбора и увлекательные тактические сражения. За сюжет будут отвечать книги истории, а карты событий, разложенные вокруг игрового поля, будут влиять на сюжетные повороты. Для любителей пластика, очевидно, предусмотрели специальный набор миниатюр с боссами, а для тех, кому ну совсем деньги девать некуда, придумали фирменный набор с красками за 60 долларов, развлекайтесь. Давайте перейдем от сложного к простому. В следующем году мы сможем собрать у себя в гостях до 13 человек, чтобы поиграть в Rocket Cats. Участникам предложат разделиться на две команды, то есть семьи кошек, чтобы расквитаться с одним из предателей семьи. Первая команда, отнявшая у него 9 жизней, победит в игре. Несмотря на такую бесшабашность происходящего, игру снабдили вполне себе серьезными механиками, такими как драфт и программирование действий, а еще ей раздали просто умопомрачительный арт. Мне даже не нужна игра, дайте мне просто карточку, где милый рыжий котик шмаляет из гатлинга. В продажу вот-вот поступит милая дуэльная игра со странным названием Fika. Быстрый карточный филлер позволит сыграть партию за 20 минут, как раз за кофебрейк, как и планирует создатель, наделив игру соответствующей тематикой. Игра состоит всего из 18 карт, каждый из них содержит уникальную способность и цель. Участникам предстоит умело воспользоваться сочетанием приходящих карт, а также стараться предугадать карты соперника. Кроме того, разработчик умудрился прикрутить соло-вариант. Согласитесь, для такой маленькой игры звучит очень неплохо. Компания Hasbro продолжает цикл своих бесконечных версий игры Cluedo, и в этот раз позарилась на святое. В скором времени свет увидит игра во вселенной Dungeons & Dragons. Ну и сюжет у нее будет соответствующий. У архидемона Зриэля была украдена инфернальная коробка с секретами храброй партии приключенцев. Приспешник демона убивает одного участника партии и втайне занимает его место, чтобы выяснить судьбу коробки властелина. Участникам предстоит разгадать, кто же из них демон, каким орудием был убит их товарищ, и где в забытых царствах спрятан адский ящик. Наконец-то мы получили Cluedo, который заслужили. И последнее на сегодня. В следующем году свет увидит полностью кооперативная игра на выживание от двух до четырех человек под названием Unsettled. Она расскажет историю экипажа исследовательского корабля, который высадился на неизведанную планету для изучения окружающей среды. В этой игре нет ни врагов, ни сражений, а только агрессивное окружение. Каждый неверный шаг, каждая частица нового мира может оказаться смертельной. Начиная партию, игроки всегда будут получать новые цели и новые уникальные предметы, что сделает игры непохожими друг на друга. Очень любопытный проект не находите? Вот и все, друзья, что я смог найти для вас на сегодня. Делитесь новостями, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и непременно играйте в разные игры. Третьей игрой в серии станет совсем новая разработка под названием Five Minute Mystery и будет отличаться не только темой, но и совсем надо. Не буду я больше записывать это.